Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова я, Захарыч, он же Захар Автимев. И хочу немножко поговорить о победе и Дне Победы. Почему во всем мире, в Европе, в Соединенных Штатах его отмечают 8 мая, а у нас 9 мая? Ну, скажем, это произошло из-за некоторой несогласованности. В Праге еще продолжались бои, ее освобождала советская армия. Кстати, решено было тогда не стрелять по городу из пушек, не бомбардировать его, а брали солдатами. Чтобы поменьше было жертв среди мирного населения, чтобы великолепная архитектура Праги меньше пострадала. Да, тогда погибло при штурме Праги около 200 тысяч советских солдат. Вот генерал Иван Алексеевич Суслопаров, бывший тогда представителем Ставки, к нему пришли представители союзнических войск с предложением подписать акт о капитуляции и так далее. Он пытался связаться с Москвой, со ставкой главнокомандующего, безуспешно ответ не пришел. И он под свою ответственность подписал 8 мая этот вот пакт. Но с оговоркой, что делает это под свою ответственность, и что может быть переназначен пакт о капитуляции, так и произошло. А вот дальше делим правду и ложь. Есть такой предатель Родины, Резун, он же писатель Виктор Суворов, сволочь, фамилию какую взял. Так вот, он в своих книжках, которыми многим одурманил мозги, но еще бы, потому что лгали и советская власть, и этот лжун в другую сторону. Правду посередине. Так вот, этот лгал, что Суслопаров якобы был пьян, что это был блатной генерал какой-то, и что вообще он решил так вас славиться, прилетел случайно туда. И потом его на следующий день якобы расстреляла комиссия какая-то из Москвы. А Жуков возглавил нифига подобного. Иван Алексеевич Суслопаров похоронен на Введенском кладбище в Москве. Он еще служил там около 20 лет после этого, ну около 20 лет в вооруженных силах Советского Союза. И товарищ Сталин не осуждал его поступок, принятие им инициативы вот этой. Но в итоге, конечно, прилетел Жуков, и 9 мая переподписали пакт о капитуляции, и поэтому мы празднуем его обособленно от остального мира. И скажу вам честно, друзья, и пошел бы этот остальной мир куда подальше, потому что, конечно, главную роль в этой победе сыграл Советский Союз. Именно Советский Союз победил фашистскую Германию. А вот то, что происходит сегодня, спустя 7 десятилетий полных и с хвостиком, после этой победы вызывает у меня чувство уже глубокого отвращения. Ездил я с поисковиками несколько раз в леса, смотрел, как они работают, как журналист ездил. А потом пару раз с другими поисковиками ездил, помогал ребятам. Леса полны мин минометных, гранат, колотушек немецких и так далее. Очень много там останков лежит, прямо костями усыпано все. И знаете, вот эти портреты на рукоятях бессмертного полка, они очень похожи по силуэту на лопаты. Но потомки, которые так клеят надпись трофейная на немецкие автомобили, ну, что-то не идут с этими лопатами. Ведь это не лопаты, а портреты на панерках. И написал я стих. Под Смоленском лес густой, хвойный, лиственный, простой, полон комаря и мух. И спустить готов тут дух. Деды наши, прадеды, с немцем здесь дрались. И фашистской гадине живу не дались. Под дубами, елками, косточки свои, В перемешку с минами, гильзами войны. Снег, дождь, солнце летние, кости все лежат. Выходите с портретами, а кости их молчат. Война ведь не окончена, и пушки все гремят. И там в болотах русских останки их лежат. Ванюша с Петей храбрые, что в первый день войны, Пока товарищ прятался, на честный бой ушли. Жарко светит солнышко, дрожь меня взяла. Щебечут птички сладостно, и вроде тишина. Но стоит лишь закрыть глаза, и я слышу бой. В окопах наши лица, чей-то смертный вой. Кремль, зеккурат, солдаты. Нацлидер, патриот, о родине вещает. Неправды полон рот. Портрет на палке, как лопата. Но обмануты солдаты, и в лесах напрасно ждут. Не туда сыны свернули, к зеккурату их несут. Бессмертный полк стал скрепой, Споконскую нелепой. А победа и парад превратились вдруг в обряд. Ленин, Путин, Сталин. В меню их наша кровь. Урчат они голодные, и бойню жаждут вновь. Одна у них надежда, чтобы нашу кровь сосать, На трупы опереться и патриотом стать. Россия вымирает, оружие полно. Солдаты не закопаны, не стихла здесь война. Вот, друзья, такой стих. Я уважаю и безмерно чту память о подвиге наших воинов. И в то же время, спустя несколько поколений после той войны, И десятилетий, я не считаю себя праве испытывать гордость. Вот. И клеить на автомобили чужого производства трофеины я не буду. И не знаю, нет, конечно, мне кажется, физически невозможно Захоронить всех наших воинов, павших там, тогда. Физически невозможно. Это десятки миллионов человек. До сих пор власть врет нам, сколько реально тогда погибло людей. Боюсь, что это будет страшное число. Вот. Однажды вскроется, когда эти племя кровососов отцепятся, Однажды вскроется и это все. Вот. Ну, конечно, и вот тут мне вспоминается христианское понятие, одно из главных, что гордыня – это великий и страшный грех. И они нас в него ввергают. Тогда как на самом деле 9 мая – это день памяти должен быть, день скорби, день уважения и день единения. Ну, вот так вот. А бряться не оружием придворных полков мне лично кажется уже чрезмерно гипертрофированным. Что ж, друзья, спасибо вам большое за внимание. Поздравляю с наступающим 9 мая всех. Давайте просто вместе чтить память наших павших предков. Вот. И постараемся делать это без их кремлевского официоза. И держать от них подальше. От их фальшивых скреп. Друзья, с наступающим днем победы. С вами был я, ваш Захарыч Блаженный. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok